Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. Буквально завтра открывается новая роковая башня с древним драконом. И я предлагаю посмотреть все секретные комнаты и прикинуть топчик героев в эти места. Вот такой топ 20 героев по моей оценке на это место. Вторая комната на нормале только герои силы. Вот таких героев я предлагаю. Третий этаж только герои атаки. И вот такой топ 20 к ним. Впрочем новых героев сюда еще не поместил. Новая фракция там практически все герои атаки. Четвертая секретная комната на нормале только героев из фракции варвары. Вот так выглядит двадцатка варваров. Пятый этаж у нас только редких героев тьмы. Вот такой топ 20 и учтите что парни со дна они ну не очень. Лучше все-таки брать из топ 10 там где-нибудь до шевалье хотя бы. Шестая комната только героев защиты. Здесь много героев выбрать не просто. Все дышат в затылок друг другу. Идут ноздря в ноздрю. Седьмая комната у нас будет только эпических героев. Этих парней тоже найти претендентов здесь будет не сложно. Восьмая комната только эпических героев из фракции орки. Ну а этих товарищей просто напросто самих по себе не так много. Вот ну тут у нас присутствует заргала пророчица шаманка не забывайте. Хотя кто знает что там у вас в закромах валяется. Но комната неудобная. Особенно учитывая что это нормальный. И девятая комната полегче. Только эпических героев духа. Как-то так будет выглядеть топ 20. И здесь довольно большой отрыв. Лучших от худших. Поэтому вниз лучше особо не рваться. Ну хотя опять же да. А куда нам деваться если у нас только такие герои прокаченные есть. Обычный 10 этаж. Только герои поддержки. Важные востребованные герои. Однако тут такие жесткие топы что не факт что у всех будут. Сифи сметенные герцогини Лилиту. Но раз уж они топы то мы их упоминаем. Одиннадцатый этаж на нормале предпоследняя комната. Топ конечно есть. Но здесь просто что у вас лучшее есть то и пихаете. Слишком потому что много героев будет пройти несложно думаю. И на вкус на самая последняя комната нормале только эпических героев магии. Ну а здесь у нас уже героев не так много. И немедленно переходим на трудный. Первая комната на трудном. Только эпических героев. Это даже проще чем двенадцатая секретка на нормале. Думаю без проблем тут будет пройти практически любым составом. Ну раз уж рванулись составлять рейтинги то вот вам пожалуйста топ 20. Вторая секретка на трудном. Только героев здоровье. Тоже особых проблем не представляет. Ну и давайте напомню кто здесь у нас. Ну и Николас не влез. Он случайно у меня улетел. Чет героев защиты. Но я уже поправил. Ошибки случаются. Потайная комната три. Только героев атаки с элементом силы. И моя любимец завия. Тут будет сражаться с завиями. С заргалами. И бракусами если у кого есть. Причем к плечу. Четвертая потаная комната на хардзе. Только редких героев духа. А тут друзья. Проблема в том что кого не бери. Они все унылые. Тут как-то нет нормальных героев. Может это то место где как раз заиграет новый герой Абиссаль. Ну весна покажет. Пошли в пятую комнату. Пятая комната это трудно. Только героев из фракции племена Агринов. Ну войны фракции закрыли. Закроем и это. Однако надо посмотреть какая. Насколько большая разбежка между первым и двадцатым местом. Шестая секретная комната на хардзе. Только эпических героев тьмы. Пророчица мадам серис. Гала долгокосая. Да это достойные представители. Ну и Абора из новеньких. Тоже думаю сюда шикарно зайдет. Седьмая потаная комната на хардзе. Только героев поддержки. С элементом магии. Вот такой топ двадцать. И опять большая разбежка в оценках. Поэтому лучше все таки. Как-то закрывать тем что у вас повыше. Комната номер восемь. Друг Шипасты уже который раз в чартах этих участвует. Ну вот как-то так выглядит. Только эпические герои защиты. Комната номер девять. Редкие герои атаки. Ну в теории пару стартовых героев воительницы холодные сердца должны все это дело пройти. Ну а так смотрите что у вас есть. Десятая комната. Эпики из фракции отступников. А таких товарищей просто меньше двадцати. Поэтому особо внизы там не увлекайтесь. Одиннадцатый этаж. Воид герои которые вкачаны на шесть. Но тут никто не угадает что у вас вкачано. Поэтому держите топ двадцать на воид героев. И последняя двенадцатая комната. Редкие герои магии. Лекарь Каэль. Я думаю у многих есть ледяные баньши. Так что что-нибудь вполне возможно тут и получится. Смастерить. Но не знаю какие тут будут этажи и сложности уровней. Вот такие двадцать четыре секретки в раковой башне с древним драконом. А на этом у меня все друзья. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok